МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Дело особой важности». Мы рассказываем о простых людях, которые, столкнувшись с юридической несправедливостью, не сдались, пошли до конца и во многих случаях победили. В подобной ситуации может оказаться любой казахстанец. И мы хотим показать, как важно никогда не опускать руки и добиваться справедливости, даже если для этого нужно будет пройти все судебные инстанции. Сегодня в программе. Битва за уставной капитал в Шимкенте. Как лишиться бизнеса в результате одной сделки? Доверяй, но проверяй. Чем чреваты визиты к нотариусу в состоянии алкогольного опьянения? Подделка документов и фальсификация доказательств доказаны, но юридический спор выигран. Возможно ли такое? Чудеса адвокатской практики. Почему потерпевшие не знали об обвинительном приговоре суда? Эта история началась в 2014 году в Шимкенте. Сразу после новогодних праздников Нуржан устроился на работу в одну из компаний города в качестве финансового директора. А уже в феврале он приобрел 50% уставного капитала товарищества у его единственного учредителя и по совместительству директора Нурлана. Сумма сделки составила 30 миллионов 100 тысяч тенге. Как и полагается, договор был заверен у нотариуса. Я как обещал, как честному другу отдать 50% карьеры, шебины завода 50%, потому что он туда деньги вложил, я тоже вложил. Я тот день обмыл, хорошенько до утром с друзьями обмывали. У нас был общий знакомый нотариус рядом. У этого нотариуса я все фирмы, я у него оформлял. Я туда зашел, договор купили продажи, НКШ, я раз подписал и ушел. В июне Нуржан уволился, а в сентябре, оказавшись в офисе компании, похитил находившись там печать, уставные документы и несколько чистых бланков, подписанных своим бывшим шефом. После этого он обратился в органы юстиции с поддельным протоколом общего собрания участников ТО, чтобы произвести перерегистрацию товарищества с указанием его в качестве участника предприятия. В 14-м году, в сентябре, моя дочка вышла замуж. Я все документы оставил своему юристу Ире Першанне, печати с подписями, бумаги чистыми, и уехал на свадьбу. Я через три дня приехал, Першанна мне говорит, документов нет. Она мне сказала, что обильдаев. Обильдаев только забрал, не инкашинг, только он тянул. Все документы учредительные эти. Через недели-две, по-моему, он принес. Но до этого моя юристка написала заявление в милицию, что обильдаев, вот эти документы украл. Доказать, конечно, очень сложно. Нет, такое не часто случается, потому что люди, в принципе, знают и понимают, что если у нотариуса документ какой-то подписал, доказать, что это подписал под дулом пистолета, пьяным и прочими, да, какими-то такими вот обстоятельствами, это очень сложно и очень редко бывает, а это можешь доказать. Ну вот, поэтому задача была очень сложная для данного истца. Для чего перерегистрация, понятно, то есть человек, чтобы стать участником, потому что у нас, согласно гражданскому законодательству, пока перерегистрация не произведена, участником не становишься, даже если есть договор нотариальный, какой угодно там, да, то есть только после проведения перерегистрации ТОО, после этого может стать участником. Параллельно Нуржан обратился в суд, требуя обязать профильный департамент внести соответствующие изменения в документы товарищества. В свою очередь Нурлан потребовал признать договор купли-продажи доли уставного капитала недействительным. Нотариусом не был уточнен надлежащим образом вопрос о фактическом получении денег Молдобеков, Марта, Абельдаева, а также не был ответственного вопроса о том, находился ли кто-то из них в состоянии наркотического, токсического или алкогольного опьянения, что является нарушением статьи 43 закона «Нотариаль». Нотариус обязан выяснить дееспособность физических лиц и правоспособность юридического лица, участвующего в сделке. Основываясь на поддельном протоколе общего собрания участников в июне 2016 года, Абайский районный суд города Шимкента удовлетворил все исковые требования Нуржана. Он был признан полноправным участником товарищества, обладающим половиной его уставного капитала. Это решение впоследствии было отменено апелляционной, но восстановлено в силе кассационной инстанции. Ну вот, тут первая инстанция и апелляционные коллеги по гражданским делам своими решениями были на стороне моего доверителя. То есть признали сделку купли-продажи одной второй доли предприятия незаконной. При этом апелляционная инстанция посчитала, что при рассмотрении данного гражданского дела были нарушены права Абельдаева, что явилось основанием для отмены ранее вынесенных решений. Вот. Ну, если бы было предоставлено в суд приговор уголовного суда, вот, в котором четко прописано, что да, совершенные деяния уголовного правонарушения Абельдаева как раз понесли ущерб предприятию компании, то есть непосредственно моему доверителю. Однако ситуация резко изменилась спустя год, когда в отношении Нуржана было возбуждено уголовное дело, а Нурлан через суд потребовал расторжения заключенного между ними договора. В феврале 2016 года дело рассматривал Альфа-Арабийский районный суд Шимкента. Суд отметил, что сумма сделки составила более 30 миллионов тенге, которые, согласно договору, были выплачены Нурлану еще до его подписания. Однако нотариус, удостоверявший документы, не уточнил вопрос о фактическом получении денег продавцом, а также не удостоверился, соответствуют ли действия сторон их истинному волеизъявлению, «Дело в том, что, согласно показаниям Нурлана, которые подтверждались и свидетельскими показаниями, он в момент подписания бумаг был сильно пьян и не понимал значения своих действий. Между тем, согласно пункту 30 правил совершения нотариальных действий, нотариус обязан отказать удостоверение сделки, если к нему обратилось лицо, находящееся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения». Кроме того, ответчик не смог предъявить суду никаких доказательств того, что действительно передал деньги продавцу. Обычно в таких случаях берется соответствующая расписка. Ссылаясь на 401-ю статью Гражданского кодекса, суд посчитал, что в данном случае имеет место существенное нарушение договора одной из сторон, что дает второй право требовать расторжения сделки. С учетом этих соображений служители Фемиды удовлетворили исковые требования Нурлана и расторгли договор купли-продажи доля уставного капитала товарищества. Из Гражданского кодекса Республики Казахстан. Статья 401. Основание изменения и расторжения договора. Пункт 1. Изменения и расторжения договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим кодексом, другими законодательными актами и договором. Пункт 2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только под пункт 1. При существенном нарушении договора другой стороной. Под пункт 2. В иных случаях предусмотренных настоящим кодексом, другими законодательными актами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которая влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что было вправе рассчитывать при заключении договора. Вот через две недели принес, он обратно, и говорит, ты, ну, Лан, скажи, я с вами юристу, пускай заявление заберет. Сабай сказал, ну, я как друг. Я говорю, все, извини, ничего, без всякого умысла. Я типа просто домой забрал. Я говорю, а почему я инкашин не взял? Ну, ладно, хорошо, так хорошо. И я юристу ее сказал, а она говорит, я брать не буду. Так и осталось. Одновременно с этим подошло к концу и следствие по уголовному делу, в рамках которого Нуржан обвинялся в совершении сразу трех преступлений. Проведенная по делу экспертиза установила, что выписка из протокола общего собрания участников товарищества действительно носит поддельный характер. Эксперты установили, что на бумагу сначала наносился отиск печати ТО, затем подпись Нурлана и лишь после этого печатный текст. Печати и подписи были нанесены до того, как текст был наложен на эти бланки. Что явилось фактически доказательством вины Абельдаева. То есть, если мой доверитель бы имел намерение продать долю, он бы сам составил пакет документов для подачи на регистрацию, чтобы ввести нового участника. Здесь всегда вопрос в доказательствах. Вот как я по первому вопросу вам говорил, что всегда очень сложно доказать, заставили человека подписать у нотариуса договор или не заставили. Был он пьяный или не был пьяный. Конечно, там экспертизы определенные могут дать какой-то результат. У нас иногда эксперты по почерковедческим экспертизам, они могут сказать, что да, вот эта экспертиза, столько-то процентов, что человек в неадекватном состоянии это писал. Они сравнивают его почерк нормальной подписью и вот с тем, который был у нотариуса совершен. Ну вот, свидетели я видел там какие-то, что-то выступали. Может быть, да, там можно это использовать. Нельзя, конечно, сложный вопрос. Свидетели у нас зачастую могут правду не говорить, а кто в чью пользу, кто кого позвал, то туда и говорит. У нас как-то так это не очень принято бояться, да, наврать в суде. В отличие там от какой-нибудь Америки, Европы, там люди как-то, не знаю, с таким пиететом относятся к этому. Кроме того, сам протокол был датирован днем, когда Нурлана не было в Шимкенте. И он физически не мог подписывать какие-либо документы. В марте 16-го года суд оправдал Нуржана в рейдерстве, но признал его виновным в подделке документов и фальсификации доказательств по гражданскому делу. За эти преступления он был приговорен к трем годам ограничения свободы, с лишением права в течение года занимать должности, связанные с распоряжением денежными средствами. Из Уголовного кодекса Республики Казахстан. Статья 416. Фальсификация доказательств и оперативно-розыскных контрразведывательных материалов. Пункт 1. Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле или его представителем, наказывается штрафом в размере до 3000 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Казалось бы, на этом данная история должна была закончиться. Тем более, что решение суда первой инстанции о расторжении договора в мае 2016 года подтвердила апелляционная коллегия тогда еще Южно-Казахстанского областного суда. Однако в октябре коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решение местных судов и вынесла новое. Коллегия указала, что текст оспариваемого договора составлен вполне четко и ясно. Покупатель Нуржан уплатил продавцу Нурлану 30 миллионов 100 тысяч тенге до подписания документов. Следовательно, ответчик вообще должен быть освобожден от обязанности доказывать, что действительно произвел оплату. Сам факт подписания сделки сторонами говорит о том, что они согласны с ее условиями. А что касается алкогольного опьянения, то в пункте 10 договора говорится, стороны подтверждают, что полностью дееспособны, трезвы и не находятся под влиянием обмана или заблуждения. С учетом этих обстоятельств коллегия пришла к выводу, что никаких оснований для расторжения договора купли-продажи доли условного капитала товарищества нет. Исковые требования Нурлана были отклонены. В данном случае точка в этом деле не поставлена. Нами было направлено заявление к генеральному прокурору республики о вынесении протеста ввиду нарушения гражданских прав моего доверителя и о пересмотре постановления Верховного суда по вновь открышимся или новым обстоятельствам. Также мы обратились к адаптатистам в председателя Верховного суда о вынесении представления о пересмотре в соответствии со статьей 438 КПК РК. Доказательства у них есть, и на основании этого доказательства они теперь могут требовать пересмотра, поскольку уже приговором, вступившем в законную силу, установлена недобросовестность этого человека. То есть суд при рассмотрении гражданского дела, конечно же, это учесть, вот этот нюанс. То есть суд же всегда взвешивает и думает, кому же верить из двух сторон. Одна сторона говорит одно, другая сторона говорит другое. Конечно, представляет определенные доказательства обе стороны. Но есть, оказывается, судебный акт, в котором уже сказано, что одна сторона – это жулик, это обманщик, это подделывальщик, это вор. И все это связано как раз-таки вот с этим вот участием в ТО, с этим договором, со всеми этими действиями. Ну, на мой взгляд, существенно. Трудно сказать, поставлена ли в этом деле точка, но несколько уроков из этой истории извлечь можно и нужно. Во-первых, мы в очередной раз напоминаем всем нашим гражданам, как серьезно нужно относиться к крупным сделкам. Ехать к нотариусу и подписывать договор, находясь в состоянии алкогольного опьянения, это полная юридическая безответственность, за которую потом нередко приходится расплачиваться. Во-вторых, это дело хорошо показывает пределы института приюдиции. Далеко не всегда решение суда по уголовному делу предопределяет судьбу гражданского судопроизводства. Тот факт, что Нуржан подделал в своих интересах протокол общего собрания товарищества, не имеет отношения к заключенной в феврале 2014 года сделке. Ну и самое главное, не нужно мириться с несправедливостью, ведь шанс выйти победителем из сложной юридической ситуации есть всегда. Это была программа «Дело особой важности». Смотрите нас на канале Хабар-24 и будьте в курсе самых сложных и самых резонансных дел казахстанской судебной практики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok